Всем большой привет, приветствую вас на своем канале любителей Second Hand, с вами я Инна и сегодня у нас событие века, можно сказать, наконец-то открылся эконом-класс на моей остановке, это улица райисполкома, начало правды, когда только переезжаешь на левый берег. Раньше у нас здесь был эконом-класс, но его на целый год убирали и вот его открыли неделю назад, но у меня была куча дел, я попала только на последний день завоза и была очень приятно поражена находками в этот день. Я сегодня в кожаном тренче, который нашла еще год назад, чем он мне нравится, тем, что он идет с утеплителем, полиэстер, то есть он как полноценное пальто, оверсайз такое, оно мне в оливковом цвете смотрится, очень мне нравится. Так, начну сразу с вершкив, я кто кажет на украинском мове, покажу вам то, что мне понравилось больше всего, нашла блузу, просто обалденнейшую, это стопроцентный шелк, бренд мне был ранее неизвестен, почитала, это оказывается МТВТФССВИКДЕЙ, в общем это младший брат фэшн гиганта H&M, это авторская линия магазина, если описать дух бренда всего двумя словами, мы бы назвали его скандинавским минимализмом. Также я нашла юбочку в клетку, очень мне понравилась, базовая, еще больше понравилась, когда я глянула, что это за бренд, это оказалось Викенд Макс Мара, тоже была приятно удивлена. Состояние отличное, есть пирочка. Далее юбочку я оставляю и показываю вам находку из мужского отдела, нашла поло с длинным рукавом от бренда Барбур, или Барбур, Барбур в идеальнейшем состоянии, вообще придраться даже не к чему, можно сказать, новое, в размере М, просто в шоке, Барбур в последний день давненько мне не попадался. Это хлопок. Так, далее я одела свою блузу, потому что она просто шикарно подойдет под юбку, которую я также нашла сегодня, последний день завоза, и эта юбка, не поверите, от бренда Сандро. Я впервые встретила данный бренд за всю историю своих походов в Сэконде, была очень приятно удивлена. Это известный люксовый французский бренд, основанный в 1984 году, Эвелин Шатрите, она сама из Марокко, переехала в Париж, основала здесь свою коллекцию, вначале прославилась своими платьями, дальше больше стала заниматься и мужской, и женской одеждой, в общем. Юбка наполовину из шерсти, наполовину из хлопка, села безупречно по фигуре, посадка средняя. Обалденная юбка, мне очень трудно обычно подобрать себе короткую юбку, как-то всегда либо слишком обтягивает, либо наоборот велика, а здесь села просто безупречно, вот что значит, нашла свою юбку, очень довольна. Далее прогулявавшись в детском отделе, я там обнаружила шикарнейшее поло от бренда Calvin Klein, в ярком желтом цвете, с логотипом, в идеальном состоянии, я бы даже сказала, наверное, не ношена мне ни разу, потому что вещь безупречна, указано, что это 14 размер, но я думаю, так оно и есть. Судя по тому, как я ношу 10, на мне небольшим оверсайзом данная пола села. Фурнитура брендирована, все логотипы присутствуют, бирочки, в общем, все супер. Далее я нашла просто эксклюзивную вещь, я бы даже сказала. Это шикарнейшее голубое пончо, выполненное из стопроцентного кашемира. Указано, что это ручная работа, сделана в Непале, Сано Базар называется. Искала об этом бренде, но нашла только страничку на фейсбуке, и там указаны цены 75 евро-100 евро, подобные пончо, но информации о самой истории данного бренда я не нашла. Но вообще вещь очень интересная и необычная, не для каждого, конечно. В отделе с верхней одеждой я нашла куртку регата стеганую, очень стильную в духе времени. Подобные курточки обычно в люксе висят, я была удивлена, честно говоря, до последнего думала, что мне ее заберут, когда расплачивалась, потому что, ну, как бы бренд известный, выглядит куртка очень-очень хорошо. Обычно такие вещи продаются в люксе. Поэтому, ну, девочка долго смотрела на нее, но все равно оставила, судя по всему, это может, какой-то недосмотр был. Это 10 размер, куртка из полиэстера на такую, ну, не сильно холодную осень, конечно же. Но сейчас подобные курточки вполне себе смотрятся актуально. Я регата обычно встречала только в ветровках. Курточку впервые попалась мне. Как-то ветровки мне не очень нравились. Куртка понравилась. В отделе сумочек, точнее, от остатка сумочек, что можно сказать было. Я сразу обратила внимание на данную сумку. Застежка, похоже, была на Малбори. Я сразу бросилась, скажем так, к ней. Оказалось, что это бренд Тула. Но это тоже очень классный, дорогой бренд сумок. Я встречала этот бренд ранее, но в хорошем состоянии мне не попадалась эта сумка. Но есть моменты, что краска, как бы, особенно сзади сумки, потеряла свой вид. Её надо покрасить. Краска уже подоблезла. Я думаю, я с этим справлюсь. У меня есть чёрная краска. Я покрашу, посмотрю, что из этого получилось. Специально для сумок у меня есть краска. Ранее она мне помогала. Потому что сумка, ну, очень классная. Кожа здесь просто на высшем уровне. Просто на высшем. Других дефектов сумки нет. Это последний день завоза. Я как глянула, какие сумки в люксе висят. Обнять и плакать. Это ужас. Я бы на такое даже не взглянула. Вот такая красота. Осталось висеть. На этом всё. Буду с вами прощаться. Думаю, теперь буду очень часто снимать в этом магазине свои видосы. Потому что рядышком. Ставьте лайки. Комментируйте. Очень интересно. Заходите в мой интернет-магазинчик обязательно. Там очень много акций. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok